Так, ребята, рабочие сроки для этого объекта уже подходят к концу. Все эти дубли по этому комодцу, это комодцу тот же самый, что я и начинал тут. Все эти дубли какие-то аляповатые получились. Вот делаю еще один конкретно по калибровке. Значит так, в первую очередь отжаться от земли. Просто поверьте мне на слово, что сейчас я отжатый передней лопатой и задними лапами на такую высоту, что все четыре колеса висят чуть-чуть над землей. Сейчас у меня включен вот этот режим. Выровняем рулевым колесом, чтобы загорелись вот эти вот две лампочки. И вот они загорелись, это значит все колеса стоят прямо. Теперь колеса висят в воздухе. Нажимаем эти два. Дело все в том, что здесь три позиции и четыре кнопки. Это комодцу, сами видели, какой. Значит, для того, чтобы врубить какую-то позицию, надо включать сразу две кнопки. Вот сейчас мы поставим, а сразу поставим на вот это вот, когда все колеса поворачиваются в одну сторону. Пожалуйста, переключилось. Начинаем крутить рулевым колесом. До конца вправо, например, или можно сначала в левой стороне, не важно сколько. Короче говоря, туда-сюда, обратно. Раз, два, можно три. Потом выпрямляем опять, чтобы они, вот эти обе лампочки загорелись. Вот они, эти две лампочки. И это значит, что все колеса стоят прямо. Переключаем на этот режим, когда только передние колеса поворачиваются. Опять рулевым колесом влево до конца. Спокойненько. Вправо. Колеса висят в воздухе. На земле, чтобы они стояли в это время, не надо так. Всё, эти две лампочки загорелись. Колеса прямо. Переключим на наш любимый режим. И ещё раз калибровочку туда-сюда. Я, кстати, в этом положении, у меня иногда лампочки не одновременно загораются или не одновременно тухнут. Ну вот всё. Можно считать, что калибровка завершена. Можно ещё раз пойтись по кругу. Но это, если делать это каждый день, то этого вполне достаточно. Спасибо. Что ещё? Ладно, пока всё. Ага, вспомнил. Ещё раз. Значит, по кнопкам. Здесь пустое место заглушено. Здесь должен стоять кондиционер. Это скорость печки. Скорость вентилятора. Это температура. Горячее и холоднее. Здесь стоит примитивный вариант. Дальше. Вот это кнопка. Блокировка передней. Передка гидравлики. Стрелы. Если её сейчас... Значит, сейчас она работает. Нажал. Эта лампочка горит. Всё. Рычаг дёргаю. Ничего не происходит. Ещё раз нажму. Она обратно возвращается. Всё. Гидравлика заработала. Дело всё в том, что если его заглушить, потом снова завести. Короче, после заглушки двигателя она сразу остановится на блокировку. Поэтому после того, как завели, сразу надо нажать. Вот это вот пауэр. Это я не знаю, что это такое. Поэтому, если... Ну и кто знает, подскажите в комментариях. Это, судя по всему, это блокировка лап. Здесь, во всяком случае, так нарисовано. Это... Замок. Пока держите на кнопку, замок стрелы. Крючок этот, крючок. Открытый. Как только кнопку опустили, он опускается. Это вот эта вот кнопка. Дальше. Дудка. Не понимаю, что это такое. Тискаю, тискаю, ничего не происходит. Подключение переднего моста. Видимо, вместе с блокировкой здесь. Фары, габариты. Ближний свет. Дальше. Аварийка. Транспортное плавающее. И вот это вот, чё-то, бери, непонятно. Как бы это не было передвижение тележки самой. Стрела влево-вправо перепихивать. Если она вообще здесь блокируется. Может быть, она ничем и не блокируется. Просто берёшь ковшом и передвигаешь. Дальше по кнопкам. Передняя кнопка нейтралка. Левая кнопка у нас на закрытие грейфера. Правая на открытие. Эта кнопка пустая. Тискаю, ничего не происходит. Здесь, с этой стороны, две кнопки. Одна, вторая, тоже тискаю, ничего не происходит. Дальше. Здесь, на рычаге переключения скоростей, тоже есть кнопка нейтралки. Дальше. Здесь, этот, дворники. У дворников, судя по всему, только одна скорость. Странно. Это обыватель стёкол, это сигнал. А, и ещё поворотники. Поворотники не так, как на автомобиле. Но это реверс. Ничего особенного. Педали. Педали всё в порядке. Так и есть. Дальше что? Здесь есть блокиратор рычагов на заднюю стрелу. Правая педаль, телескоп. Левая педаль, навесное оборудование. Здесь у меня планировочный ковш. Лапы задние. Газ. Здесь у него стоит две кнопки на задний стеклоочиститель. И этот обыватель, но не работает. Может быть, предохранитель перегорел. Так. Ну, вот, вроде бы, пока всё. В Ольвешник вон. На куче стоит щебня. Грузия с щебёнкой. С тебёнкой. Как тут? С тебёнкой, Грузии. Ну да. Это Латвия. Это, ребята, Юрмала. Ассари. Первое декабря. О, первое декабря сегодня. 2015 года. Через два дня день рождения у меня. 45 лет. Всю жизнь, блядь, на этих тракторах. Пфу, блядь. Тебя декабря. Я? 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 Я?